Впервые Владимир Путин говорил об этом не только с министрами, но и с губернаторами. Участие в диалоге принял глава Краснодарского края в Немин-Контрасе. В ходе совещания президент напомнил о задачах, которые были поставлены. Необходим прорыв в здравоохранении, образовании и вопросах инфраструктуры. Результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там где люди живут. В городах, в поселках, в деревнях нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Когда смотрю и читаю запланированные показатели, ну условно, конечно, что нужно увеличить количество посещений в учреждениях культуры в два раза, сразу возникает вопрос, это кто будет посещать эти учреждения культуры, какие это учреждения культуры. Это будут посещать одни и те же люди, будут просто чаще ходить, либо это разные люди. И самое главное, что они там увидят, насколько увидят, услышат, почувствуют, насколько то, что они увидят и почувствуют, будет соответствовать тому, чтобы люди чувствовали свою связь, неразрывную связь с национальной культурой. В свою очередь, Венемин Конградзе отметил, что на Кубани в 2021 году мы планируем обновить материально-техническую базу более 150 домов культуры. Их модернизация должна пройти поэтапно. В первую очередь к работам приступят в ДК, которые находятся в сельской местности. Также за 6 лет в регионе намерены построиться и реконструировать 19 культурно-досуговых центров, обновить 12 кинозалов и 2 театра. Венемин Конградзе добавил, что только за последние 3 года финансирование работ по ремонту домов культуры увеличилось в 20 раз. Всего на Кубани в рамках майского указа президента планируется реализовать 41 региональный проект.